Всем привет, это новый выпуск «Ходящих репортеров». Ходящие мертвецы. Итак, что же у нас было на этой неделе, Антон? Ну, мы, во-первых, Данил, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, всем привет. Уже невозможно молчать, мы долго пытались обходить эту новость стороной, но продолжаются ложные доминирования в Москве и в Питере, судов, школ, торговых центров, садиков. Кому же это выгодно? Кому это выгодно? Я думаю, надо посмотреть за реакцией, которые последуют после всех этих событий. И... 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 Ты думаешь, кто-то захочет пропиарить свою партию? Я думаю, что кто-то захочет в связи с участившимися акциями псевдотерроризма, опять же, что-нибудь ужесточить, уже имеющееся, или ввести какие-то новые законы и запреты. Но, возможно, и нет. Возможно, это, конечно же, хулиганы какие-то просто звонят и говорят, мы заминировали школу, там, или суд. Что очень странно, суды, по-моему, не минировали. Когда помнишь последний раз, чтобы массово минировали суды? Это, конечно же, украинский след. Это сирийский след, запрещенная в России организация Сирии. Запрещенная в России страна Сирия. Собственно, я думаю, что просто кто-то хочет заработать на этом деньжат. Тем более, что деньжат сейчас действительно не хватает так, что петербуржцам приходится занимать денег в долг на празднование Нового года. О, аллилуйя. Нет. Накануне праздников резко больше стали кредитов брать люди. Что может нам свидетельствовать косвенно о том, что они это берут на подарки? Потому что денег нет, но праздник никто не отменял. Что делать? Что делать? Держится. Конечно, надо брать кредит. Но вообще у меня вот эта логика как-то не очень вписывается в мое мировоззрение. Ну типа, если у тебя нет денег, то взяв кредит, больше их у тебя не станет. Ты наоборот будешь еще больше должен. Ну, видимо, людям как бы пофиг. Некоторые же берут кредиты и заведомо не желая их отдавать. То есть, мол, я возьму, и пофиг. Отдавать я не собираюсь. Просто у кого-то нет совести. А сейчас реклама такая. Возможно, кредиты также берут для того, чтобы купить себе салатика. Салатика на Новый год. Эксперты общественного контроля, некого общественного контроля проверили торговые центры Санкт-Петербурга на... На предмет оливье. Да, предмет... На предмет оливье. Оказалось, что 80% этих салатов ненадлежащего качества. В них обнаружили кишечную палочку. Кошечную палочку. А может и несколько палочек. А может и несколько палочек. Это неудивительно. Ведь как мы знаем, а может быть некоторые не знают, из чего делаются салаты в торговых центрах. То есть, не готовые, которые в пачеках. А которые прямо вот там вот режутся, фасуются и на развес продаются. Из чего же они делаются? Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши салаты? Как поется в песне. Естественно, они сделаны из продуктов, у которых уже подходит или даже прошел срок годности. То есть, их все мелко режут. Приправы, майонезик, соль, перчик. Все это мешается. И вроде как бы незаметно. И особо никто не травится. И в магазин выигрыши тоже. То есть, просрочку не надо списывать. Поэтому надо быть очень осторожным, покупая готовые салаты. Да. Ну, также виной этой палочки могут быть немытые руки. Чьи-то немытые руки. Вероятно, что готовят люди, не вымыв руки. Сходил, потрогал писюна и не помыл руки. После уборной они выходят в перчатках. И этими же перчатками готовят салаты. А еще из перчаток выливается... Выливается гной. Перчаточный сок. Ужас. Мой любимый. Продолжать не будем. В общем, будьте осторожны при покупке салатов, потому что можно хорошо травануться. Для тех, кто любит путешествовать на поездах. В Москве на Ленинградском вокзале и в Ленинграде, ныне Питере, на Московском вокзале. Чувствуете, да, рокировку? Чтобы люди запутывались больше. Теперь новость про тех, у кого есть деньги. Кто не берет кредиты. Кто не берет салаты на развес от торгового центра. На Московском и Ленинградском вокзалах. Появились бизнес-залы ожидания с Wi-Fi, кондиционерами и напитками. Напиточки. Напитки. Доступ в этот зал будут иметь не простые смертные, а обладатели Priority Pass, так называемого. Которые можно купить за 89 евро, либо просто много путешествовать, авиа, ЖД, всякая фигня. И это может в качестве бонуса. Прийти эта штука. Да, кстати, Антон, а будет ли возможность попользоваться этим залом у людей, которые отправляются в Крым? Кстати, вот на днях... Крым, в Крым, да. Я помню, на днях поехал поезд. На этой неделе отправился поезд в Крым. Из Питера. Да, первый... И он же проехал по Крымскому мосту. Крымскому мосту. Точно, точно. А, нет-нет, я не слышал этой новости. Сам дед приехал провожать этот поезд. Самое интересное, там произошло два казуса. По крайней мере, два. Да, какие-то интересные истории Данил знает. Мне это даже не... Больше, их было больше, но я расскажу два казуса. Так, так, так. Первый, это на поезд опоздал начальник поезда. Поезд без него поехал. И самое интересное, что Путин сказал начальнику. Догоняйте. Или мы вас расстреляем. Да, или мы вас расстреляем. Скорый поезд номер 7 Таврия, сообщение в Санкт-Петербург к отправлению готов. Догоняйте. На второй казус, который случился в конце, ну, скорее не казус, а какое-то странное поведение, пенсионерка, встречавшая его в Севастополе, этот поезд, расцеловала его. Севастопольцы готовы целовать этот поезд. Вот уж кому не страшно есть салат Оливье. Бактерии с поезда попали в организм женщины, и мы сейчас не знаем, какое состояние у нее. Это звучит как это, да. Мне кажется, что это попало ее в организм уже до того, как она начала целовать поезд. Но это ладно. Надеюсь, что женщина выжила, не подхватила кишечной палочке. Вот. Ну, радость у жителей Крыма, очевидно, есть. Но она просто радовалась, что поезд, наконец-то, впервые, да? Никогда не пройдет в Севастополе. Она просто, нет, это было просто, это жители Севастополя просто увидели пришествие поезда, как у братьев Крыма. Они просто не ожидали, что такое возможно, они... То есть к ним еще не приезжали поезда. Испугались и стали целовать поезд. Так вот, поезд, кстати, называется Таврия. Как тебе название? Ну, мне кажется, это Украина. Это тронинг такой, да? Дальше. Продолжим тему поездов. По красной линии петербургского метро пройдет очень необычный поезд. Воскресенье, всего два рейса. Поезд, это ретро-поезд с Дедом Морозом. С настоящим. Естественно, с настоящим. Какой же еще может быть Дед Мороз? Взрослые люди, все все понимаем. Ну да, действительно, это будет своеобразная экскурсия. То есть это необычный будет, как сказать, рейсовый поезд. Это будет необычный трип. Да, то есть, как передают... Да, это будет воскресенье. Всего две поездки будут. Первая в 16.00 и вторая в 19.30. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться заранее. Но так как там будет всего четыре вагона, кстати, еще состав будет с гербом СССР. Это олдскульный состав. Я сразу себе представил вот эту вот давку в час пика, которая там будет, и Дед Мороз там предает. Нет, ну там ограниченное количество мест, так что я думаю, уже кто хотел, скорее всего, записался. Но вы можете сходить по ссылке в новости, погуглить, и вдруг еще места остались. Ретро-состав этот пройдет от станции Ленинский проспект через Автово, и после этого он без остановок поедет до площади Ленина, где Антоха заснул на удельник, будто пьяный в стильку. Ну, видимо, это для тех, кому метро не осточертело за будни. В метро можно будет проехать и в новогоднюю ночь, потому что метро в Петербурге будет работать без перерыва, круглосуточно. Вау, ес, я молю всех богов, чтобы это ввели на постоянной основе. Ну, ладно, не круглосуточно, но хотя бы, чтобы оно работало до часа ночи, как в Москве, потому что невозможно. Некоторые станции закрываются в 12 и даже чуть раньше. Когда Антон возвращается из борделя... Я не могу вернуться домой на метро. На метро. Приходится брать такси. Ужас. Сделайте до часу, пожалуйста. Ну, работать без перерыва будут также и наземный транспорт. Поэтому все... Можно гулять всю ночь без опаски. Все, даже под шофе, даже те, кто под шофе, сможет добраться домой. Какие все молодцы. Я повторяю, если вы не введете такую вот традицию до часа открытого метро, то это сделаю я. Это будет часть моей предвыборной программы. Голосуйте. Ну, теперь о погоде. Здравствуйте снова, а я... Сегодня будем поговорить по погоде. Этот Новый год мы встретим без снега. Да, ветерок и холодно. О, она пшикалит снега искусственного. Дворники петербургские. Накануне. Убрали, почистили весь снег. Вот так это происходило. Да, видно, что люди подошли со всей ответственностью к работе, к уверенному им территории. Они как военные. Они не могли себя без дела. Надо чистить, значит... Надо чистить, значит... Уборка снега. И то, что его, в принципе, не выпало, или он же растаял, то есть это не останавливает их. И они не бездельничают. Ну, на самом деле, почему это происходит? Скорее всего, это, опять же, вот эта бюрократия. Обычно наша бюрократия. Просто у них в кабинах, у дворников установлены датчики. Надо покрасить траву зеленые. Покрасим. Надо покрасить их в желтый. Хорошо, покрасим в желтый. В кабинах этих уборочной техники установлены GPS-передатчики, которые фиксируют, была ли машина на маршруте, работала ли она. Собственно, поэтому им приходится ездить. Иначе начальники скажут, что они не работали и не будут им платить. Что нас ждет в новогодние праздники и новогоднюю ночь? Об этом расскажет Антон. В Новый год и чуть дальше, чуть-чуть похолодает все-таки. Будет уже не плюс, а там ноль, минус один, минус два, минус три. Так что чуть-чуть, но я бы не сказал, что это новогоднее настроение. Все равно это около ноля будет все шататься. Новый год без снега. Ну, чем занять себя в Новый год без снега? Честно говоря, я не знаю. Я не тот человек, у которого нужно спрашивать о развлечениях. Но вы можете сходить, естественно, на Дворцовую, где будут концерты, салют, какие-то активности. Наверняка что-то будет продаваться, все будут тусить. Часть Невского будет пешеходной, что хорошо. Будет несколько сцен. Опять же все будут тусить. Рядом бары, веселые люди. Метро работает круглосуточно. То есть, что вам еще нужно? Идите, развлекайтесь. Хлеба и зрелищ нужно. 28 декабря состоится флешмоб автолюбителей, который называется Автоелка. Так, так. Водители, да, петербургские водители выставят свои автомобили в форме... Чего бы вы думали? Ёлки. Это неожиданный креатив. Признаться, не ожидал никто такого креатива. Называется грандиозным флешмобом. В Бабушкином парке. В парке имени Бабушкина. В Бабушкином старом парке. В Бабушкином парке состоится фестиваль бенгальских огней. А бабушка знает об этом? А бабушка вообще в курсе, что у нее в парке пройдет фестиваль бенгальских огней. Устроили. А, идите в свой парк гулять. Это что? Она выйдет и спросит. Это что, сварка? В общем, в Новогодние праздники... Продолжать? Очень много всего интересного. Но мы не знаем, что это будет. Обязательно посетите все, что сможете. И расскажите нам. И расскажите нам об этом в комментариях. Всем хорошего Нового Года наступающего. Всем пиз. Всем пиз. Всем каникул. Сгоняйте к родственникам, если никуда не пойдете. В Крым. В Крым. Может, есть у вас родственники в Крыму. Обязательно поешьте салата и дье. Но только которые сами приготовьте. Из Ашана можно даже. Из Ашана, ну, с опаской. Да, еще там, господи, палочка. На самом деле, я ел нормально. Видите, я жив. Все самое в порядке. И сейчас что-то не в порядке должно быть со мной. В общем, верим в лучшее. Всем всего хорошего. Увидимся уже после каникул. Уже в следующем году. Через две недели.